Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения отрывок из первого послания святого апостола Павла Коринфяна. И сегодня мы читаем с вами два отрывка, это глава 10, стихи с 5 по 12 и с 12 по 22. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел есть и пить и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. И я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой. Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова. «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Посмотрите на Израиле по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господнюю, чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами сегодня обращаем свой взор на первое послание святого апостола Павла Коринфяна, глава 10, стихи с 5 по 22. И в этом большом отрывке апостол Павел затрагивает очень важную тему, которая рефреном звучит, в принципе, практически во всех книгах Священного Писания. Это невозможно и служить двум господам. Невозможно пить чашу Господню и чашу бесовскую. В контексте конкретно данного послания о чем идет речь? Дело в том, что апостол Павел сегодня в первой части сегодняшнего отрывка он проводит некую параллель с ветхозаветными событиями, когда народ Божий, народ израильский, отпал от богопочитания, отпал от верности Богу, стал блудодействовать, стал поклоняться идолам, вкушать идола жертвенная как раз-таки в те времена в пустыне. Они были похотливы, они блудодействовали. И не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змеи. Все это мы можем прочитать в книге «Чисел». Это пятикнижие Моисеева, Тора, как ее называют иудеи. И не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. То есть вот этот ропот, это негодование, это греховность, это податливость страстям, которая, очевидно, присутствовала в Коринфинах. Апостол Павел это обличает, указуя на тот результат, к которому приходит такой образ поведения, такой образ мысли и образ жизни. И апостол Павел говорит о том, что коринфяне думали, что они уже спасены. И думали, что, приняв крещение, они уже автоматически становятся, как бы получают гражданство небесного царства. И поэтому уже не важно, как живет их тело здесь на земле. Помните, недавно, в воскресный день, буквально, мы читали с вами послание к римлянам, о том, что христиане должны угождать не себе, но ближнему и бежать от греха. Апостол говорит о том, что коринфяне возгордились и подумали неправильно, подумали, что они уже спасены и поэтому могут творить, что хотят. Что захочет их тело, то и делает. Это не важно, ибо душа их уже спасена. Вот на эту как раз-таки мысль коринфян и звучит стих апостола Павла 12, да? «Посему, кто думает, что он стоит, берегите, чтобы не упасть». Поэтому если вы думаете, что вы уже обожены, что вы уже практически стоите двумя ногами в Царстве Небесном, то берегитесь, чтобы вам не упасть, ибо такое ваше надменное чувство, оно чревато последствиями. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, что вы бы могли перенести». То есть это искушение. И его нужно перенести, его нужно преодолеть. В нашей жизни часто бывает и народная мудрость, и поговорки не зря слагаются в умах общества. Все мы знаем. Огонь, воду, прошел человек и медные трубы. Все это как раз-таки об искушениях, которые постигает человека. Испытания как внешние, да, давление внешнее, так и внутреннее развращение нрава человеческого. Как помните, об этом хорошо написал Достоевский в «Преступление и наказание». «Тварь ли я, дрожащая ли право, имею». Вот эта внутренняя борьба, описанная Достоевским, Федором Михайловичем, она как раз-таки четко повествует нам о той внутренней борьбе, которая происходит в сердцах человеческих и в наших с вами в том числе. И далее апостол Павел начинает говорить о Евхаристии. Кстати говоря, послание к Арифинам как одно из самых ранних, как один из самых ранних текстов Нового Завета, который был написан, скорее всего, ранее многих Евангелий. Перед нами первое упоминание вот этих установительных слов, что чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христового. То есть перед нами мы видим образец и практику совершения Евхаристии, что действительно было указание на кровь, которая считалась, что она проливается в оставлении наших грехов. Мы видим преломляемый хлеб, то есть ту литургию, которую совершаем и мы сегодня. И те слова, которые произносим мы сегодня, они произносились всегда. От Господа нашего Иисуса Христа было передано это апостолам, от апостолов передано епископам и всей полноте Церкви, что мы бережно храним до сих пор и как служим, последуя апостольским правилам. И мы едим хлеб, мы пьем кровь Христову, мы едим тело Его, и все причащаемся от одного хлеба. И мы соединяемся с Богом в этом причастии, в этом вкушении благодарения Божия, в Евхаристии. И апостол говорит, что же говорю, то ли что идол есть что-нибудь, или идоложертельное значит что-нибудь. Нет. Идол сам по себе это просто статуэтка. Деревянная, каменная, сама по себе она бессмысленна, в ней никто не живет, в ней ничего нет. Но когда мы поклоняемся вот этим бездушным вещам, мы приносим внутреннюю жертву бесам, которые находятся вне. Поклоняемся царству, князя воздушного пространства, поднебесной территории. И не можем мы поклоняться и бесам, и вкушать вечерю Господню. То есть это было применительно как раз таки к коринфянам. То есть они не могут служить и исполнять, и жить образом жизни, который жили они до Христа. И неосужденно вкушать тело и кровь Его. Но они должны либо вкушать чашу Господню, либо отказываться от Бога, что невозможно. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Вот сегодня над этим предлагает подумать нам Церковь. Над нашей ответственностью перед чашей Господней. Над нашей внутренней совестью, которая обличает нас. И со смирением и покаянием всегда приходить к чаше в надежде на умилостивление Господа, в надежде на очищение от пагубных страстей, но и прикладывать силы до нашего причастия к искоренению страсти в нашей жизни. Поэтому будем молиться, дорогие братья и сестры, и будем помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова